Всем привет! С вами Влад Бумашкин и сегодня мы проведем ночь в заброшенном доме! Стоп, стоп, стоп! Я камеру взял не для того, чтобы снимать твои блоги. Нам нужно доказательство, что здесь творится что-то ужасное. Ладно, ладно, больше не буду. Так, мы с Владом и Глентом отправимся внутрь, поищем пропавших детей. Остальные стоите на шухере. С радостью тут постою. А я хочу с вами. Много людей только мешаться будут. Мы позовем вас, если нужна будет помощь. Ну что, вперед тогда! Да уж, и куда нас занесло? А ведь так хорошо все начиналось. Мы приехали в этот лагерь просто отдохнуть, но тут же поняли, что отдохнуть нифига не получится. Ведь среди вожатых был гнилой подлец Алишерка. В первую же ночь он похитил нашего друга Серегу и отдал его в лапы злому клоуну. Потом оказалось, что на клоуна работает еще и мерзкая засранка Настя, которая лишила нас Егорика. В этом лагере у меня появилась подруга Валя, и все было у нас хорошо, пока клоун ее не похитил. Тем временем Алишер настраивал второй отряд против нас, и однажды ночью они побили Влада в лесу, но, к счастью, Миша успел спасти его от злого клоуна. Дальше нас ждала страшная ночь в палатках. Второй отряд снова попытался атаковать нас, но на этот раз им помешал Брайан. Хоть один вожатый оказался на нашей стороне. Ах да, еще мой брат Илья наконец вернул свои мозги на место и выступил за нас. Теперь мы вместе. Вчера у нас была настоящая война отрядов, в которой мы победили. И вот теперь мы здесь, возле домика того самого ужасного клоуна. Я надеюсь, что пропавшие ребята еще живы, и мы успеем их спасти. Лишь бы у Влада с Глентом все получилось. Я бесстрашный, но даже мне здесь страшно. Мне тем более. Не бойтесь, я с вами. Да уж, на тебя точно можно понадеяться. Призраков не существует, призраков не существует. А клоуны, пожирающие детей, существуют? Ты нифига не успокаиваешь. Ну что, дурила? Теперь понял, что зря на нас бычил. Какого фига здесь вообще происходит? Так я только что рассказывал, ты чем слушал? Сумасшедший клоун похищает детей. Возможно, потом пожирает. А Лишер с Настюхой ему помогают. Я сам в шоке был. Надеюсь, ребят он не съест. Мы уже полчаса, наверное, идем. Как будто этот дом больше внутри, чем снаружи. Тардис какой-то. О, смотрите. Парни, тут дверь. Давайте не будем туда заходить. А вдруг там ребята заперты? Да блин. Пошли. Второе правило фильмов с привидениями. Если в страшном доме кресло не качается само по себе, то значит призраков тут нет. А какое первое правило? Не ходить, блин, в страшные дома. Кажется, мы его нарушили. Как же мы долго шли. Надо передохнуть. Давай поищем, что здесь есть. Да нифига тут нет полезного. Удобно тебе, малыш. Бежим отсюда! Куда же вы? Вроде убежали. А мы разве здесь не для того, чтобы победить клоуна? Да страшно его побеждать. Найдем похищенных ребят и свалим. С клоуном позже разберемся. Кто это там? Будьте начеку. Влад? Егорик! Ты нашел меня. Капец ты живучий, Егорик. А где остальные? Я отведу вас к ним. Но нам нужно пойти вдвоем с Владом. Почему вдвоем? Там узкий люк. Пролезем только мы. Погнали тогда скорее! Стоп! Клоун тот еще фокусник. Мы должны тебя сначала проверить. Да успокойся ты, Глент. Это же Егорик. Глент, послушай, что тебе Влад говорит. Помнишь, как мы прогуляли уроки? Конечно, как такое забыть? Скажи мне, кто из нас попал в полицию в этот день? Егорик? Да давно дело было. Уже и не помню. Лучше тебе ответить. Не помню, сказал же! Глент! Зачем же бить своих друзей? Бежим, парни! Ну ты и жесткий, Глент! А если бы это был реальный Егорик? Ничего, ему полезно. Надоело уже бегать от этого клоуна. Надоел этот бесконечный дом. Когда мы уже найдем наших друзей? Владос! Влад, ты в порядке? Вроде да. Придется прыгать за ним. Ты что, дурак? А есть другие варианты? Ладно, прыгаем. Ну и нафига вы прыгнули? Вот именно! Тут даже ничего не видно. У меня есть фонарик. Всегда носите с собой фонарик. Тогда идем дальше. Не время отдыхать. Это что за хрень? Это же пропавшие ребята! Надо как-то их достать. Как вам моя коллекция? Ты что с ними сделал? Научил их летать? Че-то не похоже, что они кайфуют. Отпусти их! О, ну, как скажете. Че, реально? Ха-ха-ха-ха! У меня идея получше. Давайте вы присоединитесь к ним. Ну все. Я не могу больше ждать. Ну, они сказали ждать их тут, пока они не позовут на помощь. А может, их там уже грохнули? Тогда тем более не стоит туда идти. Давайте просто свалим. Да и черт с вами, ссыкуны! Я пошел внутрь. Я с тобой. Я тоже! А ты не так плохо, братишка. Эх, ну и я тогда уж. Не оставлять же вас одних на съедение клоуну. Тогда в бой! Мы знаем твое слабое место, вонючий клоун. А чего сразу обзываться-то? Мы знаем, что ты боишься, когда нас много. Так что одному тебе с нами не справиться. Тогда хорошо, что я не один. Ха-ха-ха-ха! На помощь! Думаешь, ребята нас услышат? Я надеюсь. Продолжение будет в следующей серии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить. И лайки ставьте, пожалуйста. Ребятам нужна поддержка. А в нашем телеграм-канале мы уже выложили новости про следующую серию. Ссылка в описании. До встречи!